Двухматчевая серия приморцев и сибиряков изначально была непредсказуемой. Статистика встреч этих команд неоднозначная. То Адмирал нанесет разгром, то Сибирь обыграет в сухую. В этот раз соперники сошлись на льду фетисов арены. В первом матче хозяева, как и положено, начали с прессинга, однако в ответ получили голевую контратаку, отличился Шаров. Затем уже во втором периоде Адмирал из-за фола остался в меньшинстве, за что снова получил наказание. И счет стал 0-2. А дальше началась настоящая драма. Моряки не могли отыграть ни одного гола вплоть до последних трех минут матча. Надежду на финальный камбэк подарил Лалонт своим точным броском с синей линии. После этого приморцы решили пойти ва-банк и поменяли вратаря на шестого игрока. И, как говорится, ставка сыграла. Адмирал сравнивает счет в этом матче. В итоге игра перешла в овертайм. В игре 3 на 3 команду успели обменяться опасными атаками, но безрезультативно. Судьбу матча решали булиты, в которых моряки оказались точнее 3-2. Нашли в концовке себе силу именно по 3-0-2 побороться за победу, за голы, за счет. И очень досравняли. И по булитам, скажем, хорошо забили голы. Я считаю, что эта игра очень хороша для психологии команды. Практически есть ничего. Вытащили ему и победили. Эти два очка очень важны. Ответная встреча оказалась не менее драматичной. Первые минуты повторяли сценарий прошлой игры. Сибирь вновь первой открыла счет. Однако в этот раз приморцы ответили быстрее. В начале второго периода Вихарев переиграл вратаря. Борьба между командами стала еще более плотной. Равный счет держался почти 40 минут. Зрители уже ждали овертайма, однако ровно за минуту до сирены мощный бросок от сибиряков прошил ворота хозяев. Обидный гол в итоге стал победным. 1-2. Все игры длится 60 минут и нельзя расслабляться на секунду. Мы в той игре расслабились, получили голы такие ненужные. Неправильно сыграли и проиграли игру в этой игре. Больше нам повезло, забили хорошие голы. После такой двухдневной схватки адмирал разместился на восьмом месте в таблице. Сибирь находится чуть выше, на пятой строчке. В следующий раз эти соперники встретятся только в конце ноября. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.